Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня замечательный, традиционно, еженедельно замечательный день. Пятница, поэтому мы подводим финансовые итоги недели. Будем говорить о том, что происходило на финансовых рынках всю эту уходящую уже завершающуюся неделю. Ну и, естественно, поговорим о текущей ситуации, потому что пятница, как известно, всегда день интересный. Есть много неожиданных вещей, которые происходят именно в пятницу. Ну, в общем, все это мы обсудим. Сегодня у меня в гостях, в гостях «Сухого остатка» Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела, управляющий компанией «Капитал». Добрый день, Андрей! Добрый день! Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Для этого у вас есть возможности, много возможностей. Возможность номер один – позвонить. Позвонить в студию. Телефон прямого эфира 6510-996, код Москвы 495. Возможность номер два – сайт компании finam.fm, соответственно, написать свой вопрос, задать его в прямом эфире, ну и просто поделиться собственными наблюдениями. Еще одна радостная новость. Значит, второй гость присоединился к нашему эфиру. Это Федор Наумов, управляющий партнер PFL Advisors. Правильно я произнес? Да-да-да, все правильно. Здрасте! Добрый день, Федор! Ну что ж, теперь мы в полном составе и, как всегда, флаг в руки. Давайте обсуждать ситуацию. Ну и начну я все же традиционно с того, что нарисую картину маслом, что происходит сейчас в моменте на финансовых рынках, начиная, естественно, со вчерашнего закрытия американской торговой сессии, которая, естественно, добавила многих рассуждений, многих сомнений. Ну, прежде всего, вчера закрылись в отрицательной территории все индикаторы валютно-фондового рынка Соединенных Штатов Америки. Dow Jones потерял 1,5%, примерно столько, 6,5% и чуть больше, 1,7% снизился NASDAQ. И, в принципе, эту же тенденцию отыгрывают сегодня все младшие братья, так можно, наверное, сказать, американского рынка. Азиатская сессия также под флагом снижения проходит, Nikkei потерял почти процент, чуть скромнее, 0,6% Шанкая Композит. Америка, простите, Европа в легком минусе в лице Фудси 100, 0,1% теряет индикатор. И отечественные индексы также снижаются, правда, на небольшие величины. В частности, РТС теряет 0,1%, чуть больше 0,3% в минусе индекс ММВБ. Далее смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent торгуется, ну, практически без изменений, 109,80 стоит бочка этого сорта. Light Sweet 107,20 золота. Вчера сделала замечательный рывок, как раз вот об этом мы, наверное, и будем сейчас, начнем, по крайней мере, с этого разговора. Сделал замечательный рывок и уже 1365 долларов стоит тройской унции. И валютный рынок тоже был вчера в движении. В частности, сейчас евро-доллар торгуется выше 1,33-1,33-1,35 его котировка. Набор голубых фишек нашего рынка в основном отрицательно выглядит, в отрицательной территории выглядит в красном цвете. Лучше рынка торгуется акцией АвтоВАЗ. Почти 3% прибавляет эта бумага. 0,7% Норникель, 0,7% Ростелеком. А остальные снижаются. Лидеры падения Лукойл 1,5%, Газпром 0,5%, чуть больше процентов Русгидро. Вот такова картина маслом на это время, 15.09 в Москве. Ну что ж, начнем подводить итоги. И все же, если позволите, уважаемые гости, давайте со вчерашнего дня мы начнем. Так, пойдем наоборот. Четверг, среда, вторник и понедельник. Как известно, вчерашняя статистика по рынку труда неожиданно, видимо, удивила участников рынка. Обращения за пособием резко сократились, что, наверное, повлекло в следующую реакцию. Народ подумал, что вот оно, вот оно, сейчас и закрутят гайки. Андрюш, ты какова реакция все же на вчерашние события? Ну, безусловно, два ключевых события. Это отчет по пособиям по безработице и данные по инфляции в Америке. Оба этих показателя приблизились к тем значениям, на которые ориентируется ФРС при принятии решения о каких-то дальнейших параметрах QE3. Инфляция в годовом исчислении все равно достигла 2%. Пособия по безработице сократились до 6-летнего минимума. Естественной реакцией рынка на эти два события стало то, что на сентябрьском совещании ФРС, возможно, примет решение о каком-то снижении или изменении параметров QE3. Ставка, 10-летняя ставка вчера на этом фоне также взмыла до 2,8%. Ну, естественно, на рынке акций случилась коррекция. Тема с сокращением, возможным сокращением QE3 летает над рынком давно. На прошлой неделе она вновь усилилась после выхода позитивной макростатистики в Америке. Ну, и вот и вчера получила свое некое дальнейшее такое развитие, выраженное вот в столь бурной реакции рынка. Она вообще правда на эту реакцию, как ты считаешь? Ну, именно бурная такая. Действительно, если смотреть на индикатор под названием S&P 500, он открылся с огромным разрывом и, в принципе, даже не восстанавливался в течение торговой сессии. Так он на лоях и ушел. Ну, безусловно, последние пять лет рынок жил под инъекциями со стороны ФРС и других банков. И, безусловно, любая новость о том, что данные программы будут пересматриваться или сокращаться, они, конечно, вызывают негативную реакцию на рынке. Но, тем не менее, рынок к этому готовится уже давно. По-моему, с мая представители ФРС начали готовить рынки к тому, что, возможно, финал близок. Но, опять же, это все неоднозначно, поскольку ряд индексов промышленной активности по той же Америке вчера вышли ниже ожиданий и даже ниже уровня июля, что в целом позволяет говорить о том, что ситуация в Америке, наверное, не столь однозначная. Неоднозначная, конечно. Да, то есть какие-то позитивные сигналы, они, наверное, преобладают, но говорить о каком-то стопроцентной уверенности по переходе в фазу уверенного роста, наверное, нельзя. Это оставляет задел для каких-то спекуляций у сторонников сохранения программы QIP, но и дает пищу для раздумий в целом участникам рынка. Я согласен, спасибо. Я бы хотел добавить еще, смотрите, американская сессия действительно закрылась все-таки в отрицательной территории, достаточно сильный пролив, а уже практически под финал торговли в Америке доллар повел себя вчера очень лукаво, неоднозначно. Вот это вот реакция, когда все сразу же в ответ на хорошую статичку побежали в доллар, и буквально через несколько часов валютный рынок резко разворачивается, и все начинают доллар этот, наоборот, сбрасывать, индекс доллара упал опять до минимума. Федор, давно мы не встречались с тобой в этой студии, тем более не обсуждали рынки. Вообще интересно тебе рынки обсуждать? А, кстати, я вот как раз сейчас, при том, как вы мне этот вопрос задали, я смотрел, а что произошло, ну, так вот, не в снимке месяц, неделя, да, а произошло за последний год, ну, как раз вот где-то около года назад я из, так, индустрии, которая призвана смотреть... Ежеминутно. Ежеминутно, да, ну, кто-то раз в пять минут, кто-то раз в минуту, кто-то, наверное... В зависимости от таймфрейма, да, как принято говорить. Ушел, интересно, что в тот момент, когда я уходил, S&P и ММВБ боролись за одни и те же уровни, это было 1400, с тех пор ММВБ, ну, сходил выше в начале года, к чему мы уже привыкли, он все время в начале года ходит выше, да, это, по-моему, какое-то торговое правило уже можно принять, и следовать не предпоследовать. Да, конечно, люди зарабатывают уже уровень. По-моему, год четыре подряд одно и то же происходит. И сейчас, по-моему, опять он в районе 1400, да, соответственно, S&P на ожиданиях, что вот QE только, вот сейчас, глядите, закончится, потому что эти ожидания, они сколько с рынком, наверное, около года как раз и живут. Я вот как раз, когда я уходил, тогда это была самая популярная тема, а что же будет-то. И вот на этих ожиданиях окончания QE3 S&P сходил, сколько процентов, на 20, да, 25. Ну, 1700 он сделал практически. Да, ну, соответственно, вот, наверное, и ответ, что дело, наверное, не в том, когда он кончится, потому что если бы все было бы только в том, когда он кончится, то, наверное, Америка бы не выросла так, если бы рост был на этом, да. И Россия бы тоже не была там же, где она лежит уже там года четыре по ряду. Вот, наверное, все-таки не исключительно в этом, а может быть, даже совсем не в этом дело. Дело в том, где есть перспективы в экономике, а где их не очень есть. Вот, ну, вот, соответственно, вот в этом, наверное, и самая грустная история. Что в Америке они, очевидно, есть, а может быть, они не лежат в плоскости сегодняшнего дня и сегодняшних данных, там, по рынку труда или вчерашних. Ну, они в этом смысле вчерашние данные подтверждают надежды. Ну, тут надо еще добавить, что вчерашние данные, они очень волатильные. Волатильные моментные. Еженедельная статистика. И сезонные, и особенно глядя отсюда на них, туда очень сложно бывает понять, в чем же там было дело. Совершенно верно. Там очень много каких-то моментов. И исключительно через неделю пересмотрят и 15 тысячи перепишут. Да, там, как помните, были там кто-то в службу, в Министерство труда наняли людей, чтобы попросить рынок. Совершенно верно, да, и они якобы получили рабочие места, а потом их поувольняли. Мы сейчас прервемся, у нас новости, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии. Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела управляющей компании «Капитал». И Федор Наумов, управляющий партнер PFL Advisors. Мы говорим о ситуации на рынках, ну, в призме подведения неких итогов промежуточных, да, финансовые итоги недели, тема программы, поскольку сегодня пятница. Ну, и есть о чем поговорить. Я напомню еще раз. Телефон студии 651099.6. Код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственными наблюдениями. Я, если позволите, уважаемые гости, к вам уже обращаюсь, все же вернулся бы еще раз в завтрашний день. И, ну, может быть, несколько локально, но меня очень интересует, что произошло вчера с желтым металлом. Действительно, вот резкий такой взлет, резкий взлет из, в принципе, закреплений, да, достаточно высоких уровней. Еще раз повторю, 1665, да, практически он уже сделал. Это результат, Андрюш, это результат статистики или там какая-то своя игра? Да, и если даже сейчас вот просто посмотреть, у нас ближайший локальный минимум будет 1180 долларов, сейчас уже на 200 долларов за несколько месяцев. Ну, я могу предположить, золото является таким инструментом, который позволяет в некоторой степени хеджироваться от повышенной инфляции в долларах, учитывая, что инфляция как раз-таки в годовом исчислении в Америке вчера показала рост. Это могло стать одной из причин всплеска к интересу к золоту. Но, наверное, основная причина является все-таки проявление ухода от риска. На фоне массовой распродажи рисковых активов вчера, на этом фоне золото могло испытать на себе, так скажем, часть средств из этих рынков, что и вызвало такой большой рост. Я понял. Федь, ты за золотом посматриваешь? Слежу, скажу такую штуку, что, во-первых, отчасти я перестал понимать, что с ним происходит, потому что я много думал про аргументацию вида инфляции, соответственно, хедж от инфляции, хедж от рисков. Получается, что так себе золото, если честно. Я просто реально провел работу, у меня был такой спортивный научный интерес, провел я работу, покоррелировал я золото с инфляцией, покоррелировал золото со всякими системными показателями риска. Честно говоря, по большей части совпадение, ну, некое моментное такое. Вот тут вот парадокс некий есть, оно либо моментное, ну, мы знаем много каких-то кейсов, когда там что-то не так в мире, там, восьмой год, например, да, когда Лимон упал, хотя золото, кстати, в тот момент тоже себя плохо чувствовал. Кейс вот прошлогодний, когда Америки вдруг стали снижать рейтинг, да, когда золото вдруг исполнило вот то, зачем оно вроде как нам всем нужно, у нас всех спасло, да, выросло в нужный момент. Но при этом, если мы берем какие-то средневременные периоды, да, то не видно этих корреляций вообще, то есть они близкие к нулю. То есть это как... И при этом еще интересная история, что золото очень хорошо работает как сохранятель стоимости, вот именно не на интервале, там, год-два, да, а на столетиях и тысячелетиях. Недавно видел интересную статистику, что сегодня зарплата солдата и офицера американской армии в золоте равна зарплате Центуриона Римской империи. То есть в древнем Вавилоне за один слиток золота можно было купить там, не помню, 40 что ли буханок хлеба. И сейчас в Соединенных Штатах ровно такое же соотношение. Золото хорошо держится на очень длинных интервалах. То есть оно отличный хедж, но хедж на столь длинных интервалах, что еще дожить нужно, чтобы это заметить. Вот. А что касается как бы моментной ситуации, я не скажу конкретно, что вчера произошло, но интересно, что в принципе 1200, это 1200-1300. Это marginal cash cost у производителей. И собственно говоря, когда к этому уровню золото приближается, это значит, что что-то откровенно будет не так в индустрии. Поэтому когда оно к этому уровню приходит, то в общем-то вероятнее всего оно будет расти от них, чем ниже падать. Чем ниже падать. Хотя всякое случается, понятно, что нет никаких гарантий ни от чего. И все эти премии за риск, они рано или поздно риском реализуются. Но в принципе 1300 это такой хороший уровень, чтобы на нем, чтобы с него отталкиваться. Вот. Вот такая вот история. Я понял. Ну и еще буквально два слова, ты мне вот уточни. Действительно ли часто, по крайней мере, озвученная логика, что золото это прежде всего убежище от инфляции или от ожидания инфляции? Получается, что очень хорошо он работает только на очень длинных интервалах. И в каких-то отдельных кейсах, когда как-то вот так звезды встают, что действительно золото будет как нужно. А вот когда начинаем мерить, чуть-чуть просто поясню методику, когда начинаем мерить, например, месячную доходность золота и за месяц изменение инфляционных ожиданий, нет вообще никакой корреля. Смотрите, близко к нулю. Это интересная такая вещь. Вроде бы идущая в противовес с тем, как мы привыкли об этом говорить. Вчера, кстати, тоже мы обсуждали, и один из ваших коллег произнес такую фразу, мне кажется, она справедлива, что многие вещи, которые явно коррелировались некоторое время назад, сейчас, к сожалению, этого не делают. И наоборот, многие вещи сильно коррелируют, которые раньше никак не коррелировались. То есть действительно какая-то реальная действительно, она как-то поменялась. Знаете, наверное, это все просто какая-то вся кинометрика, она какой-то казуистикой попахивает, когда о финансовых рынках заходит речь. Не, о финансовых рынках, я вообще слышал какое-то время назад такую фразу, ну, провокационную, да, вообще, экономика, наука ли это? Ну, это же называется, это, наверное, не наша несколько степь, вот, но, честно говоря. Ну, в разговоре о финансовых рынках, безусловно, да. Наша попытка что-то там систематизировать, это всего лишь наша попытка. Большая еще загвоздка в том, что, как бы, знаете, как модель всегда там есть, мы пытаемся какой-то один фактор объяснить каким-то одним фактором, а на самом деле этот фактор объясняется с десятком фактором, которые друг друга забивают постоянно. Это даже математически очень сложная задача, поэтому, может быть, я там плохо коррелировал, может, на самом деле нужно было там на что-то делать поправки, на что я не делал. Вот, но, тем не менее, таким выводом пришел, чему сам немножко удивился. Я понял, спасибо. Ну, и, кстати, действительно, близость, да, вот этих уровней к себестоимости добычи, или, как говорят, профессионалы добычи этого металла тоже о многом говорит уже, правильно? Ну, это к предельным производителям, то есть у кого добыча дорогая, потому что, в принципе, конечно, есть люди, которые дешевле, сильно дешевле, чем по 1200, по 1300 добывают, но это сразу сильно режет предложение на рынке, ну, и создает поддержку цене. Согласен. Хорошо, Андрюш, значит, давайте вернемся уже теперь ко всем финансовым итогам недели, и помимо вчерашних событий, на твой взгляд, да, какие значимые моменты можно еще на этой неделе было бы отметить? Желательно, конечно, чтобы они еще и результат давали какой-то. Ну, на этой неделе, если говорить о макроэкономике, то в России, наверное, это со знаком минус, то есть вышли данные по промышленному производству, оно показало снижение, дав лишний повод пищу для размышления о том, что нас ждет во втором полугодии, и насколько сильно будет, и будет ли ускорение, но пока мы видим спад, причем, несмотря на то, что дней в этом июле было больше, на один рабочий день больше, чем в прошлом году, тем не менее, это не спасло российскую экономику от спада. Для России, наверное, это, на мой взгляд, наиболее значимое событие на прошлой неделе, касается в мире, то в мире, наверное, выходила больше позитивная как раз-таки статистика, но вот здесь мы опять расходимся с миром, идем своей дорогой, и, к сожалению, не в том направлении. Ярко выраженная, своей ярко выраженной дорогой, я понял. Ну, если говорить о мире вновь, да, некий позитив со стороны Китая, вот все же он поддержал, да, ну, как минимум наших металлургов. Китайская статистика, да, с прошлой недели оказывает поддержку, в том числе и металлурги, вторую неделю показывают очень неплохой отскок. Но, опять же, вопрос, является ли это какой-то началом какой-то долгосрочной тенденции, либо это моментное, так скажем, моментное проявление всплеска, вот именно в спросе на металл, обусловленное низкими ценами. То есть, безусловно, Китай нуждается в импортном сырье, и могло так случиться, что, воспользовавшись низкими ценами, произошла достаточно большая закупка этого металла. Тем не менее, рынки восприняли это хорошо, вместе с показателями роста промпроизводства, опять же, за июль в Китае, которая сильно выросла по сравнению с ожиданиями, с прошлым месяцем, дало почву для разговоров о том, что в Китае все-таки справляется с своими внутренними проблемами, и идет к росту экономики. Но, опять же, китайская тема — это отдельный большой вопрос, на самом деле, что там происходит внутри. Никто не знает. Никто не знает, на самом деле, да. Это отдельный большой вопрос, и он, в принципе, не обсуждается. Честно говоря, вот за все время, что я этой работой занимаюсь, это всегда была фраза у всех, что Китай — это какой-то black box. Совершенно верно. Все оттуда получают результаты, что-то пытаются туда вставлять, но никогда не понимают, как это там процесс строится. Честно говоря, есть какое-то такое внутреннее понимание, что, похоже, что Китай все-таки перестал быть тем локомотивом, который подталкивает не экономику глобальную, а вот именно спрос на commodities. Об этом нам, видимо, всем еще несколько лет предстоит думать постоянно, каждый день. Потому что, например, вот энергетический уголь, казалось бы, да, все все время говорят, что Китай страдает очень сильно от нехватки энергии для роста, да. По всем прогнозам, даже самых оптимистичных домов, да, уголь потреблять Китай будет все меньше и меньше из года в год, потому что даже они уже задумались по поводу там энергоэффективности, по поводу загрязнения окружающей среды, будут переходить там на другие источники. И это касается, в общем-то, большого перечня commodities. Поэтому, конечно, нужно за Китаем внимательно смотреть. И еще большая проблема Китая в том, что все-таки это очень... Экономика, где так высока роль государства, притом в таких нескольких, некоторых исполнениях, к которым мы не очень привыкли. То есть они могут не потратить деньги с бюджета, они могут заставить банки это сделать, да. Даже мы, в России, в Силе, даже для нас это выглядит несколько необычно, да. И, соответственно, когда у вас ВВП наполовину, это инвестиции, может, чуть меньше, и инвестиции, понятно, кем провоцированы, кем заставлены делаться, то, в общем-то, все у вас в этой экономике зависит от решения этих людей. И это очень такая неустойчивая, несложно понятная со стороны ситуация. Конечно, нужно за ними пристально смотреть, могут они нам сделать такую commodity-гадость. Бяку, бяку сделать, да. Ну, а вот, тем не менее, фраза вначале прозвучала, что Китай может эту майку, желтую майку, да, мирового движителя, да, локомотива, все-таки поменять на что-то другое. Ну, может быть, в несколько другом смысле. Я имею в виду, что вот двигатели вот этого спроса на, как вот, знаете, 5 лет назад, любой большой какой-то стратегический документ при commodities, там всегда был спрос на commodities вырастет там на X, 90% от этого X придется на прирост спроса из Китая. И вот похоже, что вот эту картину мира, что вот 90% придет из Китая, вот ее нужно как-то будет поменять. Как, наверное, это то, чем учатся вообще сейчас все, кто имеет дело с майнингом, с нефтью и так далее. Угу, угу. Я понял. Кстати, вот возвращаясь, Андрей, да, к разговору о том, что последние, ну, недели-две позитивная статистика все-таки какую-то поддержку, как минимум, металлургам оказала. И, исходя из вот этих рассуждений, все-таки это не очень... Это не позволяет говорить о некой долгосрочной перспективе все же, да? Ну, опять же, это некий отскок, поскольку металлурги упали очень сильно. Те же металлы упали очень сильно, там, по некоторым позициям они достигли сильного уровня маржинальной себестоимости. То есть, по алюминию, там, по меди, то есть, и это не могло не вызвать всплеск со стороны покупателей, ну, тот же самый стратегического покупателя, как Китай. То есть, несмотря на переориентацию, модели роста в Китае все равно они будут потреблять коммодитис, все равно они будут покупать и каким-то образом поддерживать рынки. И вопрос только вот в величине вот этого рынка, 90%. 90%, я согласен. Спасибо огромное. Еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ потом продолжим. Итак, продолжаем, уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня мы подводим, как всегда, по пятницам, подводим финансовые итоги недели. В студии в гостях Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела управляющей компанией «Капитал» и Федор Наумов, управляющий партнер «ПФЛ Адвайзерс». Телефон студии 651099, 6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Вернемся к разговору о ситуациях на финансовых платах. Ну, давайте в России уже тогда, да, металлургов мы вспомнили, да, немножко им подарок сделали на этой неделе. Слава Богу, да, была возможность у кого-то подкупиться, у кого-то может закрыться повыше. Поговорим о национальной валюте, эта тема будоражит, будоражит, ну и будет наверняка будоражить, потому что тема эта не только актуальна, не только для тех, кто пытается зарабатывать на разнице валютных курсов, но и кто живет в России, это очевидно. Итак, Андрей, каковы, собственно, текущая действительность, да, я могу озвучить там спотовые цены сегодня на валютной секции МВБ. Итак, где у меня доллар-рубль? Доллар-рубль 32.90, вот сегодня немножко он, видите, после вчерашних как раз событий, наверное, сегодня немножко рубль укрепляется, но опять-таки немножко и насколько это продолжится. Андрюш? Ну, третий квартал, третий квартал действительно для рубля он традиционно как-то не является удачным. Тут есть течение нескольких факторов, начиная от банального туристического, когда валюта нужна многим, заканчивая таким, как дивидендные истории, когда корпорации начинают платить дивиденды, и пик дивидендных выплат после собрания акционеров весной как раз приходится на август-сентябрь. Возможно, они предъявляют повышенный спрос на валюту, что также не играет на пользу нашей валюты. Но, на самом деле, что меня больше всего удивляет, это, опять же, пропадающая корреляция между ценой на нефть и валютным курсом нашим. То, что мы видим на рынке нефти, практически вчера нефть стоила, если мы говорим о бренде, больше 111 долларов, и это никак практически не транслируется в позитивную динамику. То есть, нефть дорожает, рубль дешевеет. Когда такое было, боже мой. Напротив, да, дешевеет. И вот это отдельная история. Но, опять же, наверное, ответ на этот вопрос кроется в перспективах нашей экономики, в текущих оценках перспектив российской экономики, что, опять же, находит отражение в динамике курса рубля. Ну, вот, наверное, вот над этим надо как-то размышлять, думать. Ну, да, пока мы видим рубль в районе 33. Если фантазировать о том, что будет дальше, ну, возможно, будет некое укрепление. Четвертый квартал, да, то есть, возможно, и с валютного, с несырьевого рынка, там, да, то есть, придет какая-то поддержка рублю. Ну, вот как-то пока так. Поддержка, ну, в любом случае, наверняка, не особо сильная. Да, то есть, скорее, нужно привыкать к текущим валютным, к текущим ценовым уровням, да, нежели рассчитывать на какое-то значительное укрепление. Совершенно верно. Федор, опять вернемся к разговору о сложившихся, да, некогда корреляциях. Ну, вот это вот просто парадокс, понимаешь, нефть растет, а рубль падает. Когда такое было? Ну, может быть, и тут сбылась мечта центральных банкиров российских, наконец. А это их мечта? Ну, вообще, идея на это их мечта, да. Чтобы рубль не зависел от цены на нефть. Чтобы рубль не зависел от цены на нефть, чтобы он там жил своей жизнью. Ну, это просто создает некую... Просто самая главная задача, как я ее воспринимаю, наших властей на последнем, там, интервале последних 5-6 лет, было как можно большим способом смягчить любые внешние шоки. То есть, если, скажем, нефть рушится в пропасть, чтобы не было такого, что... И мы за ней. И мы за ней. В этом смысле плавающий курс, который живет по своим законам валютного рынка, это в линии их поведения. Может быть, вот они могут отпраздновать мини-успех. Но на самом деле, такое же часто бывает, что нефть выстрелит, рубль за ней не движется. Просто все-таки это рынки, в которых есть там свои моментные позиции. Опять же, вот сейчас продают действительно рубли за валюту, дивиденды. Соответственно, действительно, туристические поездки. Все это давит. То есть, опять не один фактор, да? Сезонно всегда рубль в этот период времени слава отбыл. Сейчас, в принципе, все, с кем я говорю, все думают, что рубль будет чуть покрепче. Реально, может, это вообще абсолютный консенсус сейчас. А ты говоришь с людьми близкими? С людьми совершенно разными. То есть, это и ресерч, это и те, кто бандами торгует. У всех какой-то такой консенсус. Мы привыкли уже, летом всегда такое происходит. Чуть-чуть будет покрепче. Но при этом я постаюсь при своей какой-то такой позиции, что крепче, чем 31. Я вот, правда, себе не могу представить рубль при том, как выглядит глобальная экономика, как выглядит Россия. Не вижу я для этого оснований. Я понял. Смотрите, мне бы хотелось еще вот о чем поговорить. Ну, ладно, действительно, может быть, российская национальная валюта, это какая-то своя, может быть, история. Но, в принципе, если опять какую-то логику попытаться определить, ведь кроме сырьевой валюты под названием руль, есть и другие сырьевые валюты. И традиционно мы называем среди них и австралийский доллар, и новозеладский доллар, и канадский доллар. Уж я не говорю там о валютах развивающихся стран. Ну, вот австралийцев, да, вот сейчас есть смотреть на него. Он уже ходит за ценами на нефть, и ничего в этом плохого-то нет, и это нормально. Почему бы, действительно, Андрей, рублю не ходить за ценами на металлы, я имел в виду, австралийцев? Почему бы российскую рублю не ходить за ценами на нефть? Ну, на самом деле, все-таки, все-таки, безусловно, взаимосвязь есть. То есть, безусловно, нефть это наше все, на 70% бюджет все-таки наполняется от поступлений за счет продажи сырья и нефти. Но в моменте очень часто просто начинают наблюдаться как раз периоды, когда действительно действие каких-то факторов, может, пересиливает вот этот долгосрочный основной тренд, основную вот эту взаимосвязь и вот эти флуктуации, ну, они вносят, да, какие-то поправки. — Ну, то есть, опять к разговору, что говорили, на разных таймфреймах, да, то есть, если глобально, все равно глобально от этой кратерицы никуда не деться, потому что, ну, так заточена экономика, что-то придумаешь. — С другой стороны, вот даже если глобально это посмотреть, в принципе, я помню, вот, в 90-е, там, сколько было? 7 рублей, доллар был, да? А сейчас 37 почти. А нефть была тогда 10, а сейчас 110. Ну, вот, а вроде как, получается, что даже в долгосрочном смысле они в абсолютной противофазе. Вот, поэтому я, наверное, скажу действительно, что есть, все равно, конечно, есть потоки, да, есть поток экспортно-импортный, есть поток по счету текущих операций, о, не по счету текущих операций, по капитальному счету. Вот, ну, соответственно, сейчас нефть подороже, импорта побольше, дивиденды платим, в туристические поездки ездим. Ну, наверное, вот эти факторы как-то там друг друга скомпенсируют. Кстати, очень слабый, почему я вот не очень верю в рубль крепкий, да, очень слабые цифры стали уходить по балансу торговому нашему. Видно, что действительно то, что у нас нет сильных внутренних драйверов роста, ну, или они есть, но мы как-то на них не научились нормально опираться, все больше и больше против нашей валюты играет, реально. Все больше мы покупаем там, хотя вроде бы мы стремимся это все всякими способами сюда затянуть, но пока таких масштабных результатов эта политика не дает. Согласен. Хорошо, ну и логично, давайте продолжим. Несколько слов скажем по поводу, действительно, ситуации внутри российской экономики, и начнем, поскольку уж мы обсудили ситуацию с Рублем, начнем с обсуждения монетарной политики Центрального банка, ну, учитывая, что, да, у руля новый глава Центрального банка, и пытается каким-то образом, в сложной достаточно ситуации, надо признать это, да, что оказалось у руля дама тем более, да, пытается каким-то образом лавировать между, там, между инфляционным давлением, да, и возможностью экономического роста. Андрей. Ну, на самом деле, ЦБ пока все-таки держится принятого ранее курса добиваться снижения инфляции, и, ну, на мой взгляд, наверное, это в какой-то степени можно приветствовать, что в угоду конъюнктуре не приносятся в жертву какие-то долгосрочные цели, принятые банком. А конъюнктура, это как раз разговоры о снижении ставки, росте. Да, то есть, ну, безусловно, в моменте, наверное, придется потерпеть, то есть в моменте будет испытано некоторое снижение темпов роста в экономике, прежде чем инфляция достигнет заданных ориентиров на 2014 год, они даже обещают, там, порядка 4-5 процентов, после чего можно, наверное, будет каким-то образом переходить к оживлению экономического роста. Просто решать две задачи одновременно, ну, наверное, сложно. Ну, и в данном случае полярные задачи-то, да? Да, задачи абсолютно полярные, то есть. Поэтому, ну, с какой-то степенью можно приветствовать такую вот твердость в политике Центрального банка в соблюдении своих же приоритетов. Насколько это хорошо для экономики, но вот все больше мы слышим в последнее время слов о том, что нужно смягчать. Но, опять же, насколько полезны будут эти механизмы там по смягчению ставки, поскольку спрос в экономике должен все-таки формироваться каким-то естественным путем, а даже если будут снижены ставки, то возникает вопрос, а будет ли спрос даже на подешевшие ресурсы? Совершенно верно. То есть какова инвестиционная активность в российской экономике и насколько предприятия, агенты готовы пользоваться этими ресурсами даже по сниженным ставкам? Да, вопрос, ответ на вопрос, какова инвестиционная активность, мы, в принципе, это знаем. Ну, Фей, твое мнение по поводу политики Центрального банка? Помните, начал сегодня даже с того, что, мне кажется, что американский рост на 20-25 процентов, на мой взгляд, не в QE дело. Вот также и здесь, я думаю, что какие-то реальные вещи оказывают влияние на реальные вещи. Вот, соответственно, ставка это нереальные вещи. Более того, в России еще и сложнее ситуация в том, что у ЦБ откровенно немного механизмов, как экономический рост запустить. Ну, в конце концов. У ЦБ и задачи-то... Половина банковской системы, там, государственная, да, пусть и немалая ее часть под контролем ЦБ, но, тем не менее, то есть это такие своеобразные эти банки, это своеобразные животные, как бы они, там, по своим законам там живут, да. Соответственно, ну, то есть в некотором смысле это нерегулирование рынка, потому что рынком назвать такую постановку сложно, когда пол-пол системы, монополия фактически, да, крупнейшие банки с самыми сильными балансами, у которых они как раз растут, в отличие от всей остальной банковской системы, вот, когда они не совсем, ну, то есть они, когда они сопоставимы с тобой по силе, как ты будешь их заставлять и регулировать, и что-то с ними делать. А потом огромная роль государственного регулирования вообще в экономике, да, и не говоря уж про банки, как им своими монетарными способами это делать, вопрос. В инфляции они в некотором смысле подсели на этот правильный, они сами себе поставили цель, в некотором смысле с удовольствием подсели на ее исполнение, потому что это то, что им, они привыкли и научились хорошо делать. Они отпустили курс, более-менее, это правда, молодцы, как бы успешно вроде бы, как-то там стал колбаситься жить, жить жизнью своей. Да, коридорчик расширяют потихонечку. Инфляция, ну, правда, вот если такое построить издалека, да, действительно снижается. Коридорчик один они расширяют, поставкам сужают. Опять же, они сами все люди неспешные, много раз мы с ними общались, правда, еще с прошлой командой, но, наверное, там не так уж сильно все это поменялось. Они сами не живут периодами в один месяц, в два месяца. Они когда-то им говорили, что, а почему вы так медленно там расширяете коридор или сужаете там поставкам коридора и расширяете по валютам, говорят, а вы неправильный интервал смотрите, отодвиньте там на пять лет еще. И вы видите, как один сильно сжался, а другой сильно расширился. Поэтому они гнут свою линию. Посмотрим, у них же сейчас еще ответственности добавилось, к ним присоединилась, в общем-то, новая для них история. СФР-тые вещи, да? Там же очень много вещей, которыми они не занимались, в принципе, до текущего момента. Будет тяжелая у них жизнь и в связи с макро, и в связи с их второй деятельностью, как бы вот этой регуляторной, наблюдательной. Вот, посмотрим. На самом деле, на них, конечно, из всех органов, принимающих решения, на них должно быть сосредоточено, наверное, 75% внимания. Потому что они действительно сейчас в самом пекле. А остальное все на институциональные реформы. Будет лишь какой-то ченчер. Знаешь, сейчас реакции на твой рассказ захотелось прям посмотреть на Центральный банк, на его сотрудника, сказать, ребята, как же вам нелегко... Крепитесь! Как вам нелегко живется? Ладно, мы потерпим уже, боксим. А у них, кстати, хорошее медобслуживание и хорошие-хорошие-хорошие эти дома-дома отдыха. Да-да, у них все хорошее, слава богу. Хоть у кого-то все хорошее. Мы потерпим, да, боксим с экономическим ростом. Главное, крепитесь. Сейчас новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Последняя его часть, к сожалению, но тем не менее, сухой остаток на ФинамФМ. Сегодня пятница, мы подводим финансовые итоги недели в студии Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела управляющей компанией Капитал, и Федор Наумов, управляющий партнер PFL Advisors. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Я обновил информацию, посмотрел на рынок, я вспомнил же, да, у нас дневной эфир, ну, в данном случае, к сожалению, и как американцы торгуются, мы увидим уже только, да, попав на рабочие места вне эфира, к сожалению. Но фьючерс на СИП подрастает 0,3%, и наши ребята начали перебираться уже в положительную территорию. Я смотрю, сейчас ЭТС уже в плюсе 0,1%, МВБ уже в минусе всего лишь на 0,2%, а нефть марки Брент уже выше 110 за бочечку. В общем, как-то все может резко измениться, или не очень резко, ну, дай бог. Поживем, увидим. Важно, конечно, посмотреть сегодня, как американцы отторгуют пятницу и закроют неделю, тем более. Ну, что ж, давайте, значит, продолжим подводить итоги, ну, и, на самом деле, последняя часть, посмотрим более пристально на отечественный рынок, что там интересного, есть ли вообще там что-то интересное. Ну, наверное, я скажу про металлургов, то есть до вчерашней распродажи они действительно вторую неделю выглядели достаточно неплохо, и причиной тому названный выше Китай, который дал мощный импульс в ряде бумаг, тот же самый Евраз, та же самая Северсталь были лидерами роста по итогам прошлой недели, которые росли неплохо в начале этой недели, но и в целом сектор, так скажем, потерял звание аутсайдера, все-таки приблизившись... Потерял высокое звание аутсайдера. Да, то есть приблизившись все-таки к хотя бы нулевому, так скажем, приросту с начала года, если так впрать по индексу. Конечно, вчерашний день был сложным для рынка, внес свои коррективы, но вот сейчас мы видим отскок и, возможно, имеем шансы увидеть все-таки прирост по итогам пятницы. В Америке достаточно резкая вчера была реакция и, возможно, опять же, будет сегодня отскок, то есть там, по-моему, полтора процента потерял Долл Джонс вчера, что много на самом деле для Америки. Вот, возможно, это была реакция чрезмерная, какая-то импульсивная. Поживем, увидим. Все правильно, да, все правильно. И, кстати, ну это я в основном, да, обращаюсь к слушателям, такое, ну, своеобразное слово, волатильность мы очень часто используем. Вот конкретный пример этой самой волатильности. И как бывает больно иногда, когда ты смотришь в одну сторону, а потом неожиданно все это дело разворачивается в другую сторону, при этом принципиально ничего не поменяв, вот что самое-то интересное, да? Ну, не нужно забывать, что на дворе сезон отпусков и любая... Малые объемы, конечно, незначительная сумма может сделать... Как раз обеспечить вот ту самую повышенную волатильность. Что вверх, что вниз, всегда надо об этом помнить, ну и не забывать про стопы. Естественно, это я уж повторяю круглые сутки. Федор. Федор. Да. Да. Что ты... Я задумался про стопы. Я понял тебя. Ну, сейчас я так понимаю, тебе это не слишком актуально? Или ты стопы в таком философском смысле слова? В философском смысле. Ну, это нормально. Да, нужно знать, видимо, когда останавливаться, да? Конечно, конечно. Ну, соответственно, что могу сказать про рынок? Очень стал рынок, действительно, обсуждали впервые, очень идейным он стал. То есть реально нужно находить какие-то истории. Я даже не знаю, на что нужно опираться. Как эти истории вычислить? С одной стороны, можно задать некий набор правил. Когда видишь, например, что компания на IPO не продается баснословно дорого. Значит, это зачем-то кому-то нужно. Может быть, стоит купить тогда и с ней вместе подрасти до каких-то более-менее справедливых уровней. Потому что мы привыкли к тому, что на IPO все всегда продается дорого. В принципе, в разумных странах в мире есть даже такое понятие, некий IPO-дискаунт. Очень часто в первый день торгов, ну, это реально распространенная история, компания после IPO сильно вырастает. Так бывает, что сильно вырастает, что потом 10 лет не растет своих уровней. Но, тем не менее, это значит, что компания была несколько на IPO, что может сделать отчасти приятной инвесторам, чтобы попроще продать, была немножко недооценена специально. Ну, или мы просто все вместе не разобрались в том, сколько она должна справедливо стоить, и организаторы подстраховались и поменьше поставили. Вот, значит, такие IPO нужно смотреть, и в них нужно участвовать. Вот, ну, это вот как пример правил, нужно каким-то четким правилам следовать. Другое дело, что появляются какие-то истории, которые, видимо, не обладая какой-то эксклюзивной информацией, вообще пояснить невозможно. Потому что они не маленькие, но все их видят, там, некоторые автопроизводители берут и вырастают вдвое за пару месяцев. То есть об этом, при том, что, в общем-то, экономика слаба, и все, что часто бывает, что то, что вокруг этих историй, вот именно макрофакторы, они слабые, ну, продажи машин падают, да, в России. Капитальных инвестиций никто больших не делает. Но, с другой стороны, много очень кто хвалит, там, те же этих, те же самых автопроизводителей, что они реально в смысле управления внутреннего устройства выросли нагло по сравнению с тем, где они были, там, пять лет назад. Может, вот это вот наконец стало отражаться в ценах. Вот, ну, то есть, вот, опять же, либо правила вот такие, как я сказал, либо это эксклюзивная информация. Где ее достать, не знаю. Ну, может, у кого-то есть такие, да, способы достать эксклюзивную информацию, да. На профессиональном языке называется инсайт. Да, но при этом, заметьте, что весь рынок в целом, вот я прямо это вижу по своим, ну, там, давайте так, по широкому кругу знакомых. Вот реально селсайт-ресерч, тот, кто призван, в принципе, находить идеи, он в каком-то совершенно депрессивном состоянии находится. Эссет-менеджмент, все, что касается вот каких-то active decisions, все тоже в таком депрессивном состоянии, что даже люди, например, есть, а мотивации у них и у их клиентов, у их начальства нет, чтобы кто-то что-то искал. Все садятся в какую-то вот заранее там более-менее ясно определенную линию поведения и от греха просто от нее не отклоняются, потому что бывает, что даже за хорошее отклонение еще потом по голове на дают, что отклонился. Вот, поэтому, ну, вот как-то вот сейчас такой период интересный, может, он и навсегда этот период, кто его знает. Когда вот это вот активное думание про то, что выбрать, то есть эффективный рынок, который все ненавидели, как концепцию, вдруг взял и победил. Вот, все перешли на пассивные стратегии. Ну, или, может быть, в другом месте теперь люди Альфу ищут, или как она там правильно зовется, греческая буква. Вот. Я понял, да, твою мысль. И тем не менее, Андрей, если действительно вот эта парадигма, да, какая-то меняется, это навсегда, или все же все опять завязано, да, на макроэкономике, вот, на депрессии относительно текущих кризисных явлений, а когда мы с Божьей помощью и с помощью Федрезерва, вот, все эти... Выражайте, тут в другом вопрос стоит. Видите, как роботы стали популярны? Может, роботы... Я тебя умоляю, там этих роботов-то раз-два и обчелся. Сейчас уже есть человекоподобный. Вот. Беда. Андрей. На самом деле, ничего не вечно под луной, да, то есть на рынке, как всегда, бывает спад, периоды спада, да, периоды подъема нас, безусловно, тоже ждут. Правда, в какую сторону подъем, но в данном случае подъем активности. Вот скоро сентябрь, куча событий будет в сентябре, начиная там от... Заседания. Заседания, заканчивая рядом выборов, рядом выборов в той же Германии. Да, да, да. Много событий, и, возможно, вот, с окончанием лета мы будем вновь наблюдать. Ну, то есть можно опять, да, сейчас говорить о том, что это сезонный фактор, да, Федь? Страшное слово, когда про рынок заходит речь, сезонный фактор. Причем, да, сезон затянулся. Очень-очень жестко это. Такой фильм советский был. Поглощество, чтобы кто-то наказал уже этих сезонников обратным путем. Про разведчиков советский фильм. Мертвый сезон он, да, с Банионисом. Вот у нас какое-то сейчас именно такое обстоятельство рисуется. Главное, что действительно он не затянулся бы на века. Ну, это просто приводит к каким-то грустным последствиям, когда к вам приходят люди, чьими деньгами вы управляете, говорят, ты что, три года подряд на рынок не смотришь? Ты же видел, как выглядит все. В начале рост, потом падение, опять рост. Вот как надо было действовать. Ну, и самое главное, что им ничего возразить нельзя, потому что год опять идет в том же тренде. Надеемся, что так и закончится. Ну, в том плане, чтобы не было бы хуже, да? Чтобы не было бы хуже, да. Чтобы так и закончится. Придется нам подсесть все-таки на этот тренд, на эту сезонность. Но лучше сейчас подсесть. Хорошо. Ну, и пару минуточек еще осталось. Давайте, Андрей, ближайшие сколько у нас там осталось? Две недели, да? Что там можем мы еще? Акценты на что сделать? Выступление Вернанки, да? Ну, традиционно, да, заявление глав ФРБ, региональных банков в Америке. Они в последнее время качают рынок то в одну, то в другую сторону. Возможно, из Европы придут какие-то подтверждающие восстановления признаки. Ну, опять же, скажу, на прошлой неделе Европа показывала себя хорошо. То есть, что позволило ряду представителей властных структур, в той же Германии, сделать заявление о том, что Европа, наконец, прошла рецессию и теперь восстанавливается. По-моему, министр немецкий, один из немецких министров на прошлой неделе. Ну, торопится все же, нельзя так говорить, это уж огульно прям. Ну, да, ну, а что делать? Хочется в это верить, да? Хочется уже в это верить, и рынок действительно давно этого ждет. Ну, тем не менее, сезон кончается. Август традиционно в России был месяцем интересным, если мы вспомним историю. Ну, дай бог, две недели еще дожить бы нам, ничего не грохнулось. Ну, за оставшиеся две недели происходило все самое интересное. Совершенно верно. Я думаю, что все будет хорошо, на самом деле. В сентябре мы войдем отдохнувшими и более... Посвежевшими. Посвежевшими. И пойдем в школу. Да. С первого числа в бой. Ладно, нормально. Два слова добавишь еще, Федь? Нет, я присоединяюсь, я тоже надеюсь, что все будет класс. Ну, ближайшие две недели, да, то есть мы говорим о том, что... На самом деле, нефть высокая, Америка растет, фундаментально все-таки это дает предпосылки к тому, что должно быть все хорошо. Да, какие-то сиюминутные моменты относительно уже избитой, там, КУИ-3, они присутствуют. Нужно смотреть чуть дальше и все-таки ожидать какого-то роста. Спасибо огромное, уважаемые слушатели. Я напомню, сегодня в гостях сухого остатка Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела управляющей компании «Капитал» и Федор Наумов, управляющий партнер PFL Advisors. Мы подводили финансовые итоги недели, ну, как всегда, в пятницу мы это делаем. На мой взгляд, получилось неплохо, и главное, о перспективах, да, надо верить в будущее, надо надеяться. Ну, а в связи с тем, что впереди у нас выходные, я хотел бы еще добавить. Добавить следующее. Уважаемые слушатели, рынок — это целая жизнь, но жизнь — это не только рынок. Ее нужно прожить красиво. Поэтому живите полной жизнью и успехов на рынке. И, значит, хороших вам выходных и услышимся мы уже в понедельник. Всего хорошего. Успехов на рынке.